Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро и это доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Ларс! Доброе утро! Сейчас мы поговорим с серьезным человеком, трехкратным чемпионом мира в лыжных гонках. Но ты пока еще ни разу не выиграл индивидуальную медаль золотую в биатлоне. У меня есть индивидуальные медали. Две. Но ни одной золотой. В эстафетах есть, но индивидуальных нет. Но это только пока нет. А почему ты соревнуешься в биатлоне, а не в лыжных гонках? Ну, ты знаешь, я специалист в коньке, а в лыжных гонках не так много коньковых гонок в Кубке мира. Так что я стараюсь как можно лучше выступать в биатлоне и по мере возможности гоняться на лыжах. В этом году я хочу выступить в Бейте Штолине, если, конечно, пройду квалификацию. Что касается дальше по сезону, то я еще так глубоко не заглядывал в календарь. Но если у тебя получается шанс выступать и на чемпионате мира по биатлону или лыжных гонках, ты выбираешь обычно биатлон. Да, пару раз я уже так делал. А до этого пару раз выступал и на том чемпионате мира, и на этом. Но знаешь, это очень тяжело. Очень тяжело сохранить хорошую форму на два чемпионата мира. Ты выступаешь в биатлоне, это потому, что ты не умеешь гоняться классикой, или потому, что это веселее? Знаешь, я думаю, я более талантлив в стрельбе, чем в классике. Слушай, я теперь могу тебе задать серьезный вопрос? Да. Но ты очень быстрый лыжник и биатлонист самого высокого класса. Вы тренируетесь в биатлоне в лыжных гонках так же, как лыжники топового уровня, как нуртук, или чуть-чуть по-другому? Я думаю, мы тренируемся немного больше в средней интенсивности, вот как мы делали сегодня. Но они делают, к примеру, гораздо больше спринта. Ну, вообще, вот поговори с Торгером. Он наш тренер по фитнесу, знает куда больше. А что касается базовой подготовки? Ну, базовой, да, да, я думаю, то же самое. Получается, что вы тренируетесь больше, чем лыжники? Нет, мы тренируемся более специфически. Гораздо больше уделяем времени коньку. Так что в коньке-то мы тренируемся, может, даже побольше. Им надо делать и классические гонки, и тренировать спринт, и делать длинные тренировки. А ты бы был рад, если по-настоящему быстрый лыжник пришел в биатлон? К примеру, нуртук сказал бы, не хочу участвовать в базовопеде, а хочу принимать участие в биатлоне. Я думаю, это было бы весело. Я думаю, это было бы здорово. Ты не боишься? Нет. Мы рады любым новичкам. А нуртук начинал с биатлона. И вот этой осенью он на самом деле попробует принять участие в летнем чемпионате по биатлону. Так что мы с нетерпением ждем его на стрельбище. Это будет весело. Сколько раз ты выиграл Кубок Мира? В биатлоне я выиграл шесть этапов Кубка Мира. А в лыжингонках? Ни одного. Только три золотых медали в чемпионате мира? Да. Есть ли у тебя какие-нибудь идеи по поводу Сочи? Можешь ли ты сделать уникальный дубль и соединить лыжные гонки и биатлон на одних играх? Я не уверен еще по поводу календаря. Но я знаю, что в Сочи коньком будет 50 километров. Может быть, это мой шанс. Но я надеюсь поучаствовать в Сочи в биатлоне. Это план А. А план Б – это лыжные гонки. Удачи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok